Бабушка 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 Суд окончил. Отец звонил, говорил, что ты фирму большую открыл. Вот дед бы обрадовался, если б тебя сейчас увидел. Я, говорит, последнее время слабость стала, голова кружится, немного поработаю и сразу устаю. Готков-то мне уже немало. Сегодня-завтра Господь себе призовет. Я молилась Богу, чтоб тебя поскорее Он ко мне прислал. И вот ты здесь. Наследство я тебе никакого не оставила. Денег у меня нет. Дом совсем старый. Одну я тебе, внучек, завещаю. Наши иконы. И стала торопевшему внуку про каждую из икон подробно рассказывать. А ночью он долго не мог уснуть, ворочался, кусая губы. Обратно ехал на том же стареньком поезде, один на весь вагон. Достал из сумки бабушкины иконы, поставил на сиденье напротив и долго молча смотрел. Держался сколько мог, а потом словно прорвало. Он заплакал. Упал перед иконами на колени и шептал. Простите меня, простите. А потом стал молиться забытыми с детства молитвами. А когда вернулся домой, первым делом пошел в гараж делать полку для бабушки икон. Такие дела.